Samsung уже совсем скоро проведет мероприятие, где нам покажут Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. И, судя по заявлению инсайдера Макса Вайнбаха, эти аппараты будут защищены от воды. Realme готовит убийцу MagSafe. В сети появились характеристики планшета iPad Mini 6. А любители компактных смартфонов скоро могут увидеть решение от Xiaomi. И у iPhone 12 mini наконец-таки появится конкурент на Android. Это подборка новостей из мира технологий. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста. У микрофона Антон, поехали! Xiaomi похоронит iPhone 13 mini. Компактных флагманских смартфонов сейчас практически нет. На ум сразу приходит iPhone 12 mini и готовящийся к релизу iPhone 13 mini. Среди Android смартфонов все плохо. Ведь лопаты захватили мир и выбрать маленький, при этом мощный смартфон на Android безумно тяжело. Однако, вскоре все может измениться. Недавно директор Xiaomi Group поделился информацией, что выпущенным более 4 лет назад Xiaomi Mi 6 активно пользуются более миллиона пользователей. И компания планирует сделать переиздание компактного бестселлера. Напомню, что Mi 6 оснащен 5,15-дюймовым дисплеем, что сейчас вполне вписывается в понятие компактный смартфон. По данным портала GizChina, этот флагманский малыш будет слегка отличаться от Xiaomi Mi 6 и получит новый форм-фактор. Это будет небольшая раскладушка, похожая больше на Galaxy Z Flip. Несмотря на то, что время компактных смартфонов проходит, о чем свидетельствуют новости о том, что iPhone 13 mini станет последним mini от Apple, спрос среди пользователей есть. И если компания Xiaomi найдет баланс между ценой и размером, то этот смартфон определенно станет бестселлером и своего покупателя точно найдет. Galaxy Z Fold 3. Защита на уровне. Инсайдер Макс Вайнбах поделился в социальной сети Twitter информацией о будущих смартфонах компании Samsung. Речь о гибких гаджетах Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3. По его информации, оба смартфона получат защиту от пыли и влаги по стандарту IPX8. Что же это значит? Ведь мы привыкли к двум цифрам, а тут и X8. Все просто. Первая цифра означает защиту от пыли, а вторая – защита от воды. Следовательно, Z Flip 3 и Z Fold 3 будут защищены от погружения на глубину более 1 метра, длительностью не более 30 минут, а вот от пыли и песка защиты не будет. По имеющимся данным, Samsung Galaxy Z Fold 3 получит 6,5-дюймовый внешний экран и 7,5-дюймовый внутренний экран. В разложенном состоянии фронтальная камера будет расположена под экраном. Приятным бонусом станет поддержка стилуса Samsung S Pen Pro, который нужно будет докупать отдельно. Что же касается раскладушки Galaxy Z Flip 3, то она получит 6,7-дюймовый дисплей и маленький 1,9-дюймовый дисплей для вывода уведомлений. Оба аппарата будут работать на базе процессора Snapdragon 888. Представят гибкие смартфоны уже 11 августа на мероприятии Galaxy Unpacked. Realme убьет MagSafe. Вместе с выходом смартфонов линейки iPhone 12 осенью прошлого года, компания Apple представила новый метод беспроводной зарядки – MagSafe. По сути, это все та же обычная беспроводная зарядка, но с магнитным позиционированием. Благодаря чему заряжать гаджеты стало удобнее, а вероятность промахнуться и не поставить гаджет на зарядку сошла на нет. И вот, как сообщает портал GizChina, компания Realme подала заявку на регистрацию торговой марки MagDart. А инсайдеры уже опубликовали первые изображения продуктов, которые будут выпущены под этой торговой маркой. Первая станция является, по сути, полной копией MagSafe, а вот вторая куда интереснее, ведь она напоминает док-станцию. В одной из боковых частей расположен разъем для кабеля USB Type-C, а наличие вентиляционной решетки говорит о том, что устройство сможет обеспечивать высокую мощность, но конкретные значения пока не называются. Анонс MagDart состоится в ближайшее время вместе с новыми смартфонами Realme, которые будут поддерживать данную технологию. И что ни говори, магнитное позиционирование для беспроводной зарядки – это удобно, и это будущее беспроводной зарядки. А пользуетесь ли вы беспроводной зарядкой? Я вот раньше считал, что это баловство, но время идет, и я нашел для себя удобное применение. И теперь активно пользуюсь именно беспроводной зарядкой. Ну а о своем опыте можете написать в комментариях. Характеристики iPad Mini 6 В сети появились свежие данные о планшете iPad Mini 6, который проходит под кодовым названием J310. По информации ресурса Gizmodo, iPad Mini 6 получит процессор Apple A15. Аналогичный чип будет установлен во всех четырех смартфонах линейки iPhone 13. Это неудивительно, ведь миники традиционно получали всегда самые актуальные процессоры и имели хороший запас производительности. Также iPad Mini 6, по информации этого источника, получит обновленный дизайн в стиле iPad Air четвертого поколения. Бонусом этому гаджету приписывают разъем USB Type-C вместо Lightning. Нужно это для подключения периферии и внешних устройств. А вот 120 Гц и четырех стереодинамика в планшете ждать не стоит. Также при использовании нового дизайна сканер Touch ID будет располагаться в кнопке включения, как в iPad Air четвертого поколения. А вот любителям рисовать придется раскошелиться на новый Apple Pencil. Ведь, как сообщают многие источники, ребята из Купертино представят уменьшенную версию цифрового карандаша. И как это обычно бывает, вероятнее всего использовать свой старый Apple Pencil вы не сможете. Скажутся ли эти нововведения на цене iPad Mini 6? Вопрос. Представить же новинку могут уже этой осенью. iPad 2021 И, к слову, представить могут не только iPad Mini 6, но и обновленный бюджетный iPad 9-го поколения. Данных о нем немного, но по информации портала 9to5Mac, обновленный iPad 2021 получит 10,2-дюймовый дисплей. Уже находится в работе и проходит под кодовым названием J181 и будет работать на базе процессора Apple A13. Такой чип установлен во всех смартфонах линейки iPhone 11. И, в принципе, для большинства задач его должно хватать. Представят его, вероятнее всего, вместе с iPad Mini 6 осенью. Да уж, осень ждет нас интересная, ну а мы идем дальше. Карл Пэй анонсировал наушники Nothing Air. Бывший основатель компании OnePlus, Карл Пэй затезерил наушники своей новой компании Nothing. Наушники получили название Nothing Air 1, что при переводе на русский звучит как «ничего уха». Хм, забавно. Но вернемся к теме. Наушники могут похвастаться необычным прозрачным зарядным кейсом, на котором расположен порт USB Type-C для зарядки и кнопка управления для проверки уровня заряда. Полностью заряженный кейс обеспечит 36 часов прослушивания музыки без активного шумоподавления и до 24 часов с включенным шумодавом. Также чехол поддерживает быструю зарядку, что позволит за 10 минут получить от 6 до 8 часов дополнительного времени. Выглядят наушники необычно, а это круто, ведь эксперименты в дизайне – редкость для современного мира. Представит Nothing Air 1 27 июля в Лондоне. Выложить за эти TVC наушники придется 100 американских рублей. Netflix добавит игры. Netflix развивается стремительными темпами и уже совсем скоро. Помимо фильмов и сериалов сервис предложит пользователям игры. Они будут включены в подписку, и за них не потребуется дополнительная плата. Основной упор будет сделан на мобильные игры. Подробнее об этом не сообщается, но компания настроена очень серьезно, и в будущем вполне вероятно. Помимо фильмов и сериалов мы увидим мобильные игры от Netflix по мотивам все тех же фильмов и сериалов. Звучит вполне интересно, давайте посмотрим, как это будет реализовано на практике. А какого размера должен быть современный смартфон? Я все же считаю, что чем больше, тем лучше. Вы же можете написать в комментариях, какой смартфон для вас идеальный по размеру. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста. У микрофона Антон, до связи!